Ребята, всем привет! С вами Ромаш Кудер, компания Форслайф, специально для компании А-Маркетс. Сегодня проведем очередной наш обзор рынка криптовалют. Начнем мы с битка. И что же мы видим, ребят, что наша цель отработала была. 30 тысяч долларов мы дошли. Я думаю, что мы увидим еще выше, но скорее всего после некой консолидации, либо отката, либо что-то еще. Потому что, ну, уже достаточно много прошли. Видите, чем дальше он идет, тем тяжелее. Поэтому думаю, как-то в этом диапазоне он будет пытаться закрепляться. И мы, скорее всего, в ближайшее время должны увидеть альтсезон. Ну, может быть там в течение, думаю, месяца. То есть может месяц еще поторговаться туда-сюда. Потом я думаю, какой-то альтсезон мы там на месяц-два увидим. Какой-то рост по альтам. Значит, что по битку у нас? Пробили 29, пока находится внутри диапазона. Здесь, ребята, лезть, конечно, ну, на свой страх и риск. Но я бы пока понаблюдал, если честно, за битком. Потому что тут и шортить как бы не очень, и лонговать тоже не очень, потому что внутри диапазона. То есть здесь, конечно, сейчас стратегия это подождать. Ада, ребята. Ада у нас пока не может выйти выше 0.42, 2.5. 0.42.4. Вот оно. И вот здесь вот начинает уже консолидироваться. Возможно, отсюда что-то посмотреть можно, какую-то точку. Но пока, видите, никуда не двигается. И так, в принципе, по остальным монетам также. Ну, там BNB чуть-чуть импульснул. Также вот по щитам 335 уровень есть. Даже не достали, откатились. Сейчас опять стоит на месте. Ну, такое оно все, конечно. Смотрите, нефтянка, кстати, как пошла. Нефть вначале вниз резко сходила, а потом бах и вернули обратно. И сейчас вот отстоялась. Думаю, нефтянка тоже, ребят, наверное, пойдет в зону там 100 долларов в ближайшее время, если, конечно, не будет каких-то там плюс-минус новостей. Хотя, смотрите, тут что нарисовали. Та же голова-плечи. Вот одно плечо, голова-второе. Может быть еще откатик, типа что второе плечо протестировать и потом движение. Такое тоже может быть. Ну, посмотрим. Не очень эти модели все люблю, конечно. Но есть шансы роста на 100 долларов по нефтянке, кто там торгует. Дальше DOT, ребят. DOT у нас пошло там 5,7-6 долларов. Вот здесь вот тоже какой-то уровень есть. Пока на месте, видите, ничего не двигается. Я думаю, оно потом все вместе пойдет просто. Ничего не пульсует. Тоже сам по EOS. Вон дошли 1,20. Пытался закрепиться как-то. То, что тут пилит, поджимает такой треугольник. Пока никуда не выходит. Эфир, ребят. Такое скучновато сейчас на рынке, конечно вам честно скажу. То есть там один биток там сходил, там пару монет еще каких-то сходило. Все остальное там, думаю, процентов 90, наверное, 3,94 стоит на месте. Стоит на месте. Значит, эфир 1770. Ну, 1662 тут есть. Его там 2,030. И вот сейчас тут как бы что-то вроде бы рисует. Ну, такое. Также может в любой момент в любую сторону пойти. Реально. Что у нас? Лайткоин. Лайткоин. Пока уже вырос. Я бы уже здесь сильно не брал. Может быть, на откате где-то в зону там 81 или там 73, где-то вот сюда вот, вот отсюда. Тут уже заходить, конечно, ну, рискованно. Уже он вырос. Мало энергии. Могут очень легко в любой момент импульснуть вниз. По S&P, ребят, по S&P. Пока все хорошо. Здесь, если честно, все хорошо. Сейчас, если будет закрепление выше 4,170, 4,200, следующий уровень 4,330. Потом 4,600. То есть вот сейчас, если закрепляется вот этот уровень очень хороший с историей. Смотрите, кстати, даже на недельке он есть. Если сейчас выходит выше, то, я думаю, очень большая вероятность пойти дальше. Может даже на 4,800. Это в такой среднесрочной перспективе. По S&P, ребят, красиво стояли. Очень красиво стояли. Сейчас рост с целью 26,5. Уже тут много раз были. Раз, два, три, четыре. На четвертый раз могут, конечно, прошибить этот уровень наверх. 26,4. Вот уровень, если пробивает, идем на 38 по S&P. Очень неплохо. Саланчик может быть. Трон, ребята. Там тоже. Binance сказал, что будет делистить, кстати, TRX. Такое вот решение приняли. Ну, вроде бы это касается Binance US только в Америке. Ну, потому что там против него уголовное дело. Там открыли и так далее. Там была информация даже вчера, что его арестовали. Джасти Анасана, там главы трона. И там Хобби он также владеет и так далее. То есть, ну, посмотрим. Насколько правда, пока все слухи. Но, видите, дали просто хвост. Хотя, ну, трон сильная монета. Выкупают. Но, смотрите, как его колбасит. То есть, вниз, вверх, вниз, вверх, опять вниз. Ну, не так уже сильно, но тоже выкупают. Тут, конечно, ребят, я бы говорил, вроде точка неплохая, но так он новостной. Могут в любой момент дать вниз палку. Поэтому я пока бы не лез сюда. То есть, тут пока пусть он поторгует. Смотрите, вот недельный график. Вот он. Ну, как бы лучше он куда-то, чтобы вышел уже. Потому что тут рискованно этого нет. В любой момент что-то, какие-то новости выходят. Сразу в другую сторону летит, конечно, ну, такое себе. По люмену. Вот это уже другое дело. Смотрите, люмен 10 центов. Уровень хороший есть тоже. Вот почти доходит до него. Очень неплохо. Здесь может быть какая-то палка будет вниз. Типа ложного пробоя. После выкупа можно посмотреть. Ну, или ее не будет. Выросли достаточно много. Думаю, что еще какое-то время может постоять. Но смотрится очень красиво. То есть, также вышел обратно выше вот этого уровня. Очень хороший сигнал. На лонг с целью там 0.13. Первая цель. Дальше он может еще пойти. Но первая цель будет к этому уровню. Хриплый. Рипл. Рипл уже думали, что пойдет. Но не смог он закрепиться выше там 0.55. Вот эта вот зона. Сейчас вот обратно, видите, залили немного и вот что-то тут пытается сделать. То есть, сейчас уже здесь либо детально на накате посмотреть, либо уже выше уровень 0.55, 0.57. То есть, в данном случае уже заходить, конечно, не очень. Потому что могут и сюда вернуться. То есть, вы видите, он пока, ну, торгуется что-то. Видите, вот хвост, неделька не очень хорошо закрылась. Ну, никуда, скорее всего, пока не пойдет. Как-то так. Если в двух словах. Я думаю, пока он никуда не будет. Пока не будет альцезона, никуда ничего. Таких вот монет не пойдет. Вот это, кстати, тоже Тезос очень круто стоит, ребята. Реально. Может быть, тоже какой-то будет хвост сюда. Там на 1 доллар. И вот оттуда можно что-то будет рассмотреть. И со стопом там ниже 0.94. Вот сюда будет вообще идеально поставить. Вот под эти вот вообще. 0.93. Классный будет стоп, если там по 1 доллару, допустим, взять. Ну, стоит красиво. Конечно, есть шансы, что он может и вниз пойти. Понятно, если тоже не говорить. Но если вы это берете, то ставьте стоп просто и все. Ну, или долгосрок, если кто хочет, можно тоже покупать, стараться там, ну, не на все. Там на часть пойдет ниже, там добавить так же. И все. Потому что, смотрите, даже если цена была там сколько? По 9 долларов. Сейчас это доллар. То есть, минус 90%. В целом, неплохая цена для покупки, скажем так. Неплохая цена. Потому что минус 90% это уже долгосрок, нормально. Ну, а где покупать? Минус 99%. А если не будет? То есть, тут никто не знает делов. Понимаете? Может быть, минус 90%, может быть, минус 99%. Ну, как в любом случае, когда берете минус 90%, даже если он еще идет вниз, на возврат к вашей нулевой точке, это очень быстро. Чем вы там, например, там взяли, там, не знаю, по 5 долларов купили. Понятное дело, пока сейчас вернется, то нужно очень долго сидеть. Вот поэтому, если кто хочет долгосрока, конечно, можно взять часть, если пойдет ниже, еще добрать. Ну, или кто хочет взять так, можно взять со стопом просто ниже 0.93. Но стоит очень долго, посмотрите, стоит уже почти, ну, там, 3 недели стоит, наверное, вот на этом месте. Может быть, хороший какой-то импульс. Хотя перед этим могут и вниз дать хвост, такое тоже любят делать. То есть, сначала вниз, всех высадите, потом пойдет сразу же. Поэтому такой момент. Хотя могут и сразу сорваться. То есть, вот это очень интересное, вот Тезос нужно себе прямо на лист поставить. Это очень интересная сейчас модель здесь формируется. Потому что на большинство монет так себе смотрится вообще там, стопчиков не очень. То есть, вот Тезос неплохо, там, Lumen, Ripple, все остальное такое себе, если честно. Ну, то есть, не очень. Поэтому, ребята, у кого есть желание, можете открывать счета в компании Markets. Много здесь инструментов, там, больше 500, 577, если видите, там, и фьючи, и акции, и крипта, все в одном терминале. Кто хочет просилки ниже, получайте также бонусы при открытии счета. И внимательно сейчас, ребят, видите, сейчас немного скучноватый рынок. То есть, там, биток сходил, там, пару монет сходил, а все остальное там на месте стоит. Нужно дождаться этого, кстати, импульсного роста. Ну, или падение, конечно, еще никто не знает. Ну, все выглядит так, что должны сделать альтезон, но, скорее всего, еще немного покошмарят альту. Пока что биток может быть на месте, там, плюс-минус, а альту, думаю, покошмарят еще какое-то время. Потом, думаю, что должна пойти. Вот так вот, в двух словах, ребятки. Поэтому всем хорошее настроение, прибыльный сделок, прибыли. Пишите свои комменты под видео, если у вас вопросы есть. Также вы хотите что-то рассмотреть, также указывайте, там, тикер монеты. Будем рассматривать. Всем хорошего дня и хорошее настроение. Всем пока.